27 лет назад Казахстан стал членом организации объединенных наций. 2 марта 1992 года наша республика была объявлена 168 государством членом ООН. На этой площадке Казахстан успешно реализует антиядерные, антивоенные и контртеррористические инициативы. О деятельности нашей страны в организации объединенных наций и о подведении итогов работы в качестве непостоянного члена Совета Безопасности расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте! С 1992 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 раз посещал с визитами штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. 7 раз глава государства выступал на общеполитических дебатах высокого уровня. Кроме того, генеральные секретари ООН Кофи Анан, Пан Гимун и Антонио Гутерриш неоднократно посещали Казахстан с официальными визитами. Семь десятилетий мировое сообщество пытается найти формулу эффективного решения военных конфликтов, но их не становится меньше. Они обретают более изощренные формы, такие как международный терроризм, ставший результатом разрушения государственности в отдельных странах. Человечество должно перейти от рутинного предупреждения и преодоления последствий войн и конфликтов к новой стратегии развития, которая бы делала их бессмысленными. Для этого нам надо смело заглянуть за горизонт времени и увидеть мир, когда ООН исполнится 100 лет. Казахстан был первой страной Центральной Азии, которую избрали непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это значит, что в течение двух лет мы на равных с остальными участниками этой организации предлагали к обсуждению своей резолюции и голосовали за предложения других стран. Вместе с тем, Казахстан был лишен преимущества постоянных членов накладывать вето на документы, что означает прекращение их рассмотрения. Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и сегодняшнее наше председательство мы рассматриваем как доверие мирового сообщества к нашей стране и ее миролюбивой политике. Являясь первым государством Центральной Азии на этом посту, мы стали голосом народов нашего региона в этом важном органе всемирной организации. Возглавляя комитеты по Афганистану, Талибану, ИГИЛ, ДАИШ и Аль-Каиде, Сомали, Эритреи, мы вносим свой посильный вклад в их плодотворную деятельность. 1 февраля 2018 года Казахстан завершил работу в качестве председателя Совета Безопасности ООН. В течение месяца делегация нашей республики руководила работой главного органа ООН. В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы. Главным мероприятием председательства Казахстана в Совбезе ООН стал прошедший 18 января тематический брифинг высокого уровня на тему нераспространения оружия массового уничтожения, меры доверия под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Заседание продемонстрировало, что меры укрепления доверия, а также усиление инструментов превентивной дипломатии могут послужить отправной точкой для достижения прогресса по многим критическим вопросам, не находящим своевременного разрешения из-за политической конъюнктуры во взаимоотношениях мировых держав. В принятом по итогам заседания заявления председателя Совета Безопасности были впервые включены проблемы нераспространения оружия массового уничтожения. В Министерстве иностранных дел Казахстана подчеркнули, что именно в этом состоит уникальность принятого документа. Кроме того, в Совете Безопасности под председательством Казахстана состоялись министерские дебаты по теме построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии. Важным событием стала организация казахстанским председательством с 12 по 15 января визита делегации Совбеза ООН в Кабул. В ходе мероприятия состоялись встречи с руководством страны, представителями политических партий и гражданского общества. В рамках визита были рассмотрены усилия правительства Афганистана по решению широкого круга взаимосвязанных проблем, а также определено, каким образом Совет Безопасности мог бы дополнительно содействовать усилиям на местах. Полевая миссия в Кабул стала первым визитом Совета Безопасности в Афганистан с 2010 года. Также Казахстан во время своего председательства проводил брифинги и консультации по ситуации на Ближнем Востоке и Кипре, в Демократической Республике Конго, Колумбии, Судане, в Западной Африке и Сахеле, Ливии, Мали, Сомали и Южном Судане. Было признано, что Казахстан беспристрастно открыто и транспарентно председательствовал в Совете Безопасности. Это актуально. Субтитры создавал DimaTorzok